В ожидании чуда. Взаимоотношения Кришны со своими преданными, устроены самым совершенным образом. Душа, по своей природе, не может не искать счастья, но и найти его, насладиться им в полной мере, подчинить его себе, душа не в состоянии. Душа зависит от счастья, а не наоборот. Господь Кришна преисполнен непостижимой сладости. Всё, что Он делает, совершенно. Он – само олицетворение красоты, счастья и любви. Душа, однажды соприкоснувшись с изначальным проявлением этих наивысших энергий, не может обрести покой, обратив своё внимание на что-либо другое. Ничто в материальном мире, начиная с низших планет и заканчивая высшими, не может удовлетворить душу. Она стремится закрепить свою позицию в непосредственной близости от этих энергий, а в идеале – служить их обладателю, Господу Шри Кришне. Кришну невозможно постичь до конца. Это может показаться странным, нелогичным или даже несправедливым, потому как постоянная гонка за счастьем, без перспективы им завладеть, в представлении большинства людей, является чем-то бессмысленным, хотя именно этим они и занимаются каждый день. Но гениальность такого положения дел заключается в том, что истинное счастье приносит не достижение цели, а именно процесс достижения этой цели. Предвкушение чуда гораздо сладостней, чем само чудо. Наивысшее проявление этого принципа, а именно любовь в разлуке, Шри Кришна демонстрирует в своих взаимоотношениях с возлюбленными Гопи, пастушками Вриндамана. Руководствуясь таким же принципом, чистые преданные Господа, хотят служить своему повелителю, где бы они ни находились, будь то рай или ад. Потому как такая деятельность доставляет им ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда мы надеемся на какое-либо чудо, то мы уже как бы являемся обладателями этого чуда. Даже не зная какое оно, мы уже носим проекцию этого чуда в своём сердце. В самой надежде, в предвкушении ожидания, всегда есть возможность усилить ощущение сладости, и делать это можно до бесконечности. Но, когда мы получаем то, чего так сильно желали, и в полной мере наслаждаемся объектом наших надежд, остаётся лишь краткосрочное сладостное воспоминание, которое со временем притупляется и искажается, а чаще всего достигнутая цель, и вовсе не удовлетворяет нас. Кришна вечен, и мы, являясь его пограничной энергией и неотделимыми частичками, также вечны. Духовная сладость, которой он наделён, неисчерпаема. Поэтому, к нашей великой радости, поиски счастья для нас никогда не прекратятся. А значит, сам процесс, который приносит ещё больше удовольствия, чем конечная цель, будет нескончаемым. Здесь есть ещё один удивительный парадокс. Отказавшись от идеи наслаждаться самому, и заменив её на идею доставить удовольствие повелителю счастья, служа ему, душа обретает гораздо большее наслаждение, чем сам источник наслаждения. Именно поэтому Господь Кришна, при любой возможности, сам стремится служить своим преданным. Однако преданные, с великой неохотой принимают его служение, а зачастую и вовсе избегают, заставляя тем самым господина своего сердца применять всевозможные ухищрения. И в этой постоянной трансцендентной игре проявляется вся сладость удивительных взаимоотношений Верховного Господа со своими преданными слугами.